С чего начать, с Байбина? Что касается заявлений моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему, будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Это первое. Второе, если говорить пошире по этой теме, то вот что бы я хотел сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжёлых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся, как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим. Чем мы являемся по сути. И вот, вы знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так. Кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Вот смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даём оценку вообще. Что касается американского истаблишмента, не американского народа в целом. Там, главным образом, очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе. Мы знаем об этом и дорожим этим. И будем на них операться в будущем. Но что касается американского истаблишмента, то руководящего правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях. Ведь освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племён. Затем последовал очень жёсткий, большой, тяжёлый период рабства, рабовладения, очень жестокий. И всё это идёт по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединённых Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter? Жизни чёрных имеют значение. До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением. Вот руководствуясь вот такими соображениями, правящий класс Соединённых Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы. Ведь Соединённые Штаты – единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причём против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки. Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения. И почему я об этом говорю? Мы что знаем, что Соединённые Штаты, руководство Соединённых Штатов, в целом настроено иметь с нами определённые отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединённых Штатов и на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придётся с этим считаться. Им придётся с этим считаться, несмотря на все попытки остановить на наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления. Им придётся с этим считаться. Ну а мы, имея в виду наши национальные интересы, будем развивать отношения со всеми странами мира, включая и Соединённые Штаты. Вот примерно так, в общей черте.